Друзья, хочу порекомендовать вам кожаный ремень Сталинградский от бренда Великорос, который станет для вас настоящей памятью о героизме наших предков. Ремень выполнен из натуральной воловьей кожи, на внешней стороне ремня методом горячего тиснения выдавлены строки «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой», а на внутренней – слова известной военной песни «Катюша». Удобная классическая бляха с прочным крючком и настоящий сталинградский автомат с умным механизмом регулировки на каждые 5 мм. Ремень упакован в оригинальную подарочную коробку в виде противотанковой мины времен Великой Отечественной войны. У них в магазине много и другой интересной продукции. В магазине Великорос сейчас действует беспрецедентная акция. Получи скидку от настоящего русского бренда Великорос. При покупке от 5000 рублей скидка 5%, а с каждой 1000 рублей скидка увеличивается на 1%, вплоть до 20%. Переходите в магазин Великорос по ссылке в описании. Ученые Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, сокращенно Тринити, решили собственными силами начать освоение термоядерного синтеза, не дожидаясь завершающей фазы международного проекта ИТЕР. Для этого они разработали концепцию и уже создали 3D-модель отечественного Токамака – реакторных технологий ТРТ. Что означает эта новость для российской науки и мировой энергетики? Попробуем объяснить. Для начала надо понять, что представляет из себя Токамак. Это термоядерный реактор, сталкивающий атомы двух изотопов водорода – Трите и Дейтерия, разогретых до плазмы. При таких сверхвысоких температурах они не отлетают друг от друга, а образуют атомы гелия, высвобождая гигантское количество энергии. Тот же процесс постоянно идет в недрах Солнца. Плазма движется в вакууме по тоннелю в форме Тора. Тор похож на велосипедную или автомобильную камеру. Снаружи напоминает бублик, но полый внутри. Ни один материал не способен вынести столь больших температур, поэтому плазму удерживают внутри Тора магнитное поле. Многие полагают, что за Токамаками будущее мировой энергетики. Во-первых, такой реактор безопасен, в отличие от ядерного. Реакцию в нем можно останавливать в любой момент, просто прекратив подачу топлива. Взорваться он тоже не может, поскольку плотность плазмы слишком мала. Во-вторых, Трите и Дейтерий достаточно дешевы. При этом всего из 80 грамм смеси двух изотопов можно получить столько же энергии, сколько дает 1000 тонн угля. Основная проблема Токамаков в том, что они пока не могут работать продолжительное время. Сегодня одна из главных задач российских ученых – добиться того, чтобы реактор непрерывно работал хотя бы дольше 100 секунд, в идеале около 1000 секунд. Самый большой на сегодняшний день Токамак, 28 метров в диаметре, вот уже 12 лет строят во Франции. Как и Большой Адронный Коллайдер, это международная программа. В проекте ИТЭР помимо России задействованы ЕС, США, Япония, Южная Корея, Китай, Индия. Как обычно, чем больше стран берется за совместное дело, тем медленнее оно движется. Закончить сборку реактора должны в 2025 году, но сроки постоянно сдвигаются. Впрочем, никто не запрещает участникам проекта самостоятельно осваивать технологии термоядерного синтеза. У России в этом вопросе преимущество, ведь сама идея удержания плазмы в магнитном поле была предложена советским академиком Лаврентьевым еще в 1950 году, а первый в истории Токамак тероидальную камеру с магнитными катушками запустили в Советском Союзе в 1954 году. В Тринити решили собрать собственную установку, не дожидаясь ввода в строй ИТЭР. В 1987 году на базе института уже запускали Токамак с сильным полем, но 4 года спустя проект заморозили. Хотя специально для него было построено специальное здание с трехметровыми стенами биологической защиты, усиленным фундаментом и перекрытиями, способными выдержать повышенные нагрузки. Новый отечественный проект предполагает демонтаж реактора предыдущего поколения и создание ТРТ – Токамака реакторных технологий. ТРТ будет в 25 раз меньше ИТЭР, но при этом куда более продвинутым в научно-техническом плане. Ведь с момента старта международного проекта технологии заметно шагнули вперед. Для защиты стенок Токамака от перегрева и попадания в плазму примесей ученые используют жидкий литий. Также в конструкции реактора применят лучшие на сегодняшний день высокотемпературные проводники, их производят в Москве. Только им под силу поддерживать высокое магнитное поле в условиях криостата внешней оболочки, чья температура приближается к абсолютному нулю. Еще одной уникальной чертой ТРТ станет использование новейших технологий нагрева плазмы и поддержание ее агрегатного состояния. В рамках программы РТТН под новый ТРТ будет отдано почти треть территории Тринити. Эскизный проект реактора должен быть готов в 2024 году, а собрать его планируют к 2030. Между тем, российские ядерщики нашли, как использовать термоядерный реактор с практической пользой уже сегодня. Так, запущенный около года назад в Курчатовском институте Токамак Т-15МД рассматривается как прототип ядра гибридного реактора, работающего одновременно за счет ядерной и термоядерной энергии. По словам замглавы Курчатовского комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий Михаила Суботина, Токамак можно использовать для получения ядерного топлива. Дело в том, что во время работы реактора в его защитном слое тяжелый металл торий под воздействием нейтронов превращается в уран-233. Он может стать выгодной альтернативой урану-235, который используется на АЭС сегодня. Многие ученые верят, что дешевая термоядерная энергетика станет доступна человечеству еще до конца 21 века. Интересно, а как вы относитесь к таким прогнозам? Друзья, из-за последних событий с Ютубом рекомендуем вам подписаться на наш канал на Рутубе. Там мы сейчас публикуем все наши видео. Также в нашей группе ВКонтакте и канале в Телеграм мы публикуем то, что тут запрещено. Подписывайтесь на них тоже, там очень много интересного, уверен, вам понравится. Ссылки в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok